Итак, значит, наше сегодняшнее занятие полностью будет посвящено маскам. Мы с вами немножечко этой информации уже касались на прошлом занятии, когда говорили о слоях, о эффектах, в частности о заливочном слое, о слое заливки цветом, градиентом, узором. Там немножечко тема масок прозвучала, но вот сегодня мы с вами углубимся в нее окончательно и полностью. Теперь вы будете знать, понимать, что такое маски, как с ними работать и для чего, соответственно, они вообще нужны. И первое, с чего мы начнем, так это поговорим о быстрой маске. Что это такое, как говорится, с чем ее едят. Значит, мы с вами разобрали практически все способы инструменты выделения, которые есть в программе Photoshop для того, чтобы создавать выделение. Тема эта очень важная и нужная, потому что именно с помощью выделений мы очень часто можем А. обозначать те области, которые в будущем будем, например, копировать, переносить как новые слои. Б. мы можем ограничивать любые рисующие инструменты, так же, как и в будущем инструменты цветовой и тоновой коррекции. Например, там кисть, заливка, прочие другие инструменты будут работать только в пределах области, которая ограничена в выделении. И вот быстрая маска – это тоже еще один из способов создания выделений в вашем документе. То есть ее задача именно помогать нам создавать выделение. Я сейчас открою документы, воспользуюсь стандартным набором файлов, который идет в комплекте операционной системы Windows 7. Для этого в списке директорий зайду вот сюда, в категории «Библиотеки», или здесь там можно сделать. И вот тут папочка «Изображение», образцы изображения уже содержат небольшой набор файлов, которые мы с вами можем взять за основу. Вот, и с этими документами поработать. Вот давайте возьмем, допустим, 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 например, вот этих вот пингвинов. Откроем пока. Вот, эти изображения не такие большие, но для наших учебных целей нам их вполне с вами хватит. Значит, быстрая маска. Как я уже сказал, главная задача быстрой маски – это создавать выделение. Это, в принципе, все, на что она способна и для чего она придумана. Единственное, что в отличие от инструментов выделения, которые мы с вами на данный момент знаем, быстрая маска имеет ряд преимуществ и отличий, которые очень часто делают ее незаменимым, а порой даже и основным инструментом при создании выделений. Значит, как создается эта быстрая маска? Создается она любым рисующим инструментом. То есть, любой инструмент, который может рисовать, может создавать быстрой маски. Например, давайте пройдемся по ним, вспомним, да, рисующими у нас являются инструменты кисть, как вариант ее дополнительный, под инструмент Pencil Tool, карандаш, который более жесткие границы дает. Дальше группа инструментов, например, резинка или ластик, хотя они прямое отношение к рисованию не имеют, но они могут стирать то, что нарисовано. И поэтому они тоже имеют отношение к инструментам рисующим. И как следствие, эти инструменты тоже могут создавать, оказывается, маски. Инструмент градиентной заливки и обычной заливки. Два инструмента, которые тоже могут создавать быстрой маски. Вот на этом, пожалуй, основные инструменты и заканчиваются. Но из всего вышеперечисленного, именно инструмент кисть является самым частым инструментом, который используется для того, чтобы создавать у нас, на нашем документе, создавать те самые быстрые маски. Поэтому именно на кисти я сейчас остановлюсь, ее я включил. И когда она у меня активна, я, соответственно, готов уже, наполовину, скажем так, к тому, чтобы создать эту самую быструю маску. Сразу сделаю небольшую оговорку, что все то, что мы разбирали с вами у кисти, размер, форма, диаметры, жесткость, прочие другие атрибуты, параметры, непрозрачности, все это работает с обычной кистью и, в частности, применимо к инструменту быстрой маски. Единственное, есть один маленький нюанс, который нужно выполнить для того, чтобы мы полноценно могли с вами перейти в режим работы этой самой быстрой маски и начать с ней непосредственно получать выделение. Значит, для этого у нас есть несколько способов. Один из них, один из тоже таких часто используемых и удобных, это воспользоваться нашей панелью инструментов. В самом низу панели инструментов есть вот такая вот кнопочка. Она идет за нашими инструментами основного и фонового цвета. Кнопка, которая носит вот такое вот название Edit in Quick Mask Mode, то есть редактировать в режиме быстрой маски. Вот этот термин Quick Mask, как раз и есть то самое обозначение быстрой маски, которое вы можете в программе встречать. Edit in Quick Mask Mode, то есть редактировать документ в режиме быстрой маски. Именно эта кнопка позволит нам перейти в этот режим работы с быстрой маской. Здесь, если присмотреться к концу фразы, в скобочках, как и всегда, возле всех инструментов пишется горячая клавиша, буковка Q. Это горячая клавиша, которая включает этот режим. Значит, вещь эта очень удобная, использование этой кнопки, а, пожалуй, самое удобное, это все-таки даже использование горячей клавиши. Значит, в главном меню, скорее всего, тоже где-то эта вещь имеет применение свое. Да, вот, в меню Select, в меню выделения, потому что все-таки это отношение идет к выделению. Я никогда ее не вызывал через главное меню, поэтому какое-то время понадобилось, чтобы ее найти. Но, в принципе, по логике действительно ее имеет смысл искать в меню выделения Select, потому что именно там, именно к этому она имеет отношение. Вот этот режим, Editing Quick Mask Mode, та же самая вещь, еще один способ в переключении этого режима. Поэтому все, что нужно, это любым из этих трех способов войти в этот режим. Вот сейчас я в этом режиме. Отличительным признаком, в принципе, является только лишь то, что эта кнопка на панели инструмента изменила свой внешний вид. Вот это, пожалуй, и все. Во всем остальном отличий особых нет. Ну, и, в принципе, еще один момент. Это вот если посмотреть на панель Layers, панель слоев, то здесь мы тоже можем увидеть то, что обычный цвет, которым у нас чертится наш слой, я сейчас еще разок с помощью буковки Q выйду из этого режима, по умолчанию это вот такой вот синий цвет, в режиме быстрой маски меняется на серый. Это еще один показатель того, что мы находимся в режиме быстрой маски. Значит, эти же кнопки, эти же опции, эта же клавиша Q является как клавишей входа в этот режим, так и клавишей выхода из этого режима. Нажали, мы в режиме быстрой маски. Еще раз нажали, мы вышли из этого режима. Обратите внимание также на то, что когда мы находимся в режиме быстрой маски, у нас меняются цвета. Без быстрой маски они такие, какими мы их задаем Когда мы заходим в режим быстрой маски, они по умолчанию меняются на черный и белый цвет Дело в том, что именно эти цвета и являются основными цветами для создания быстрой маски Хотя, опять-таки, мы можем пользоваться и другими цветами Система здесь следующая Смотрите, когда мы находимся в режиме быстрой маски Все, что нам осталось сделать, так это брать нашу кисть и выполнять процесс рисования Вот я, например, сейчас, используя эту быструю маску, начинаю рисовать, закрашивать, скажем так, контур моего пингвина Обратите внимание, что процесс закрашивания у нас происходит определенным цветом В данном случае, таким вот зеленым цветом Во-вторых, процесс этот отображается у меня в полупрозрачном режиме То есть я не полностью закрашиваю мой объект, а частично это делаю К функциям opacity и прочим другим вещам это, как такового, отношения не имеет То, что вы сейчас видите, это цветовое обозначение быстрой маски То есть так она визуально отображается, для того, чтобы мы ее видели и понимали, что мы с вами делаем Поэтому я, используя мой инструмент кисть, фактически обрисовываю, в данном случае, одного из пингвинов Обрисовываю до тех пор, пока контуры его тела не будут полностью покрыты выбранным иною цветом Как мы уже сказали, быстрая маска используется для рисования, для выделения И поэтому после того, как мы из быстрой маски выйдем, мы получим с вами выделение Ну а пока мы находимся в режиме быстрой маски Все, что нам нужно, так это закрасить тот контур, который в будущем мы хотели бы, чтобы был у нас выделенным Так, ну вот здесь практически все Я не буду здесь уже очень сильно углубляться в процесс прорисовки А вот всего лишь небольшого участка, я думаю, нам вполне с вами хватит Ну и клюв, последняя та область, которую еще тоже дополнительно проработаем Вот, допустим, я сейчас создал быструю маску Закрасив этой самой быстрой маской те участки, которые в будущем хотел бы выделить Значит, после того, как быстрая маска создана, все, что остается, так это выйти из этой быстрой маски Для этого я снова нажимаю или клавишу Q, или эту кнопку, или еще раз активирую команду в меню Select Edit in Cake Mode В результате, когда я это делаю, у меня происходит вот такое интересное преобразование Смотрите, моя быстрая маска трансформируется и становится областью выделения То есть, вот это то, что быстрая маска делает Она позволяет нам, рисуя, обозначить тот объект, тот контур, который мы будем выделять Ну и теперь мы, если хотим, можем применять дальше необходимые все манипуляции Например, там команды какие-то корректирующие, даже там, допустим, создать, как мы это делали с вами на прошлом занятии, какой-нибудь цвет Там заливочный цвет, заливочный слой, вернее, Solid Color И, соответственно, именно этим цветом будет покрыт наш слой То есть, быстрая маска, главное ее предназначение, это давать возможность нам получать выделение Если мы говорим о обычном, о простом выделении То, в принципе, скажем так, не всегда быстрая маска самый быстрый способ получения таких выделений Например, для того, чтобы более точно это выделение получить, возможно, инструмент лассо или там полигональное лассо был бы более аккуратным и более правильным Но у быстрой маски есть ряд преимуществ, о которых мы скажем с вами чуть-чуть попозже, но сегодня обязательно Которые в некоторых случаях выдвигают ее значительно вперед по сравнению с другими инструментами Когда у вас есть выделение, вы точно так же можете снова войти в режим быстрой маски И увидите снова вашу эту маску такой, какая она есть То есть, выделение и быстрая маска – взаимозаменяемые вещи Когда у вас есть выделение, нажав Q, вы переходите в режим быстрой маски и видите, что этой быстрой маской покрыто То же самое верно и обратно Если есть быстрая маска, нажав Q, мы получим выделение по этой маске Значит, некоторые вещи мы можем с вами перестраивать, что касается этой быстрой маски Для того, чтобы попасть в настройки быстрой маски, нам нужно два раза щелкнуть по вот этой кнопке на панели инструментов Которая как раз и вводит нас в режим отображения быстрой маски В результате у нас откроется окошко Окошко, в котором мы с вами некоторые параметры этой самой быстрой маски можем менять В частности, наверху, смотрите, у нас есть такая вот интересная индикация Два параметра, которые мы можем переключать с названием Color Indicates То есть, тут мы будем определять, что будет нам показывать зарисованная область У нас по умолчанию, если, кстати, я не ошибаюсь, вроде бы я здесь уже перестраивал Кажется, по умолчанию стоит первый режим – Masked Area Это значит, данный параметр говорит о том, что то, что мы нарисуем, то, что мы закрасим маской, выделено не будет То есть, фактически, это обратная процедура Мы закрашиваем быстрой маской то, что не хотим выделять А все, кроме этого, будет выделено Это режим Masked Area, так работает Сейчас, одну секунду, я вернусь в режим быстрой маски Вот, смотрите, вот сейчас у меня нарисована быстрая маска В этих опциях у меня как раз стоит этот режим Masked Area И если я из быстрой маски перехожу в обычный режим работы с документом То у меня выделено все, кроме моей быстрой маски Если я там выполню заливку быструю, то видно, что заливается все, кроме быстрой маски Это вот этот режим Masked Area Вторая опция, которая обычно стоит по умолчанию, лично мне удобнее работать с ней Selected Areas – выделенная область Это обратный режим, при котором именно то, что мы закрашиваем быстрой маской И будет в результате выделения То есть я вот нарисовал быструю маску по форме пингвина Нажав буковку Q, я именно пингвина и выделю А не все, кроме этого пингвина Поэтому лично для меня, например, этот режим более удобен Но в разных ситуациях бывают разные задачи Иногда удобнее один, иногда второй Поэтому вот здесь вот мы легко и просто можем эти вещи менять и переключать Чуть ниже есть две опции Они больше посредственные, такие визуальные, нежели непосредственно влияют на результат Параметр Color, который определяет цвет маски Каким цветом она будет отображаться Вы можете щелкнуть по образцу цвета Откроется окно выбора цвета И в результате выбрать тот цвет, который вы считаете будет более подходящим Но обычно в быстрой маске выбирается такой цвет, чтобы он не пересекался с цветами, которые присутствуют в документе Поэтому в нашем случае, например, выбор какой-нибудь красного цвета будет довольно-таки правильным решением Потому что красного цвета здесь очень мало Ну, смотри, здесь где-то оттенки там Оранжево-красное присутствует Ну и второй параметр, опять-таки Параметр opacity, непрозрачность Параметр, который определяет, как Сильно прозрачно или наоборот Непрозрачно будет маска отображаться В режиме ее редактирования По умолчанию это 50% Если сделать меньше, соответственно При переходе в маску она будет очень тусклой Полупрозрачной Если сделать больше То, соответственно, она будет Сильнее покрывать объект Опять-таки, в разных ситуациях Для более удобного визуального восприятия Удобны разные режимы Но мы в данном случае остановимся на 50% Да, конечно Не выходя за нее Да, смотрите Значит, вот сейчас как раз об этом поговорим То есть основные вещи, вот мы с вами сказали Как работать с маской Теперь относительно процедуры корректировки Очень правильный был вопрос Не всегда вы быструю маску можете отрисовать Так идеально, как вам нужно Так вот, два цвета, которые устанавливаются по умолчанию Черный и белый, здесь заданы не зря Именно эти два цвета вам позволяют Первый, черный, рисовать маску А второй, белый, убирать маску То есть редактировать ее То есть, например, если я в какой-то момент Вылез, вот как здесь, допустим За пределы крыла И мне нужно стереть этот участок Да, потому что при выделении, видите У меня выделение получается за пределами контура крыла Неудобно То все, что мне нужно сделать Так это просто поменять цвет С черного на белый Самый простой способ Это нажать эту кнопочку Поменять местами черный и белый цвет Теперь ваша кисть будет рисовать белым цветом И белый цвет позволяет нам корректировать маску Стирать ее Точно так же черный позволяет ее заново рисовать Напомню вам, эта опция переключения между цветами По умолчанию назначена на клавишу X Щелкнув по этой клавише, мы сможем менять цвета Даже без необходимости каждый раз обращаться в эту область Поэтому вот, допустим, я здесь тер Снова переключился на нужный режим Нужный цвет подобрал И начинаю снова корректировать То есть вот таким вот образом Вы без проблем в маске Можете заново ее корректировать Подрисовать Здесь отключил, убираю Ненужную часть И как можно точнее Проработать ее Ввести контур Для того, чтобы в результате получить более правильное выделение Поэтому вот как работает быстрая маска И вот как, соответственно, мы ей можем пользоваться Нет, нет То есть инверсию и прочие другие вещи мы применяем уже к выделению К быстрой маске нет Поэтому, в принципе, здесь это все не работает В быстрой маске есть только два цвета Ну, два основных цвета Это белый и черный Именно в зависимости от того, какой цвет стоит Такой результат мы и будем с вами получать Поэтому, используя эти два цвета как граничные Вы можете очень точно проработать ваш контур Особенно не лишним будет перейти в режим увеличения картинки Чтобы лучше видеть ее края И в результате мы как можно точнее можем проработать контур То есть иногда просто такая процедура бывает более быстрая Чем создание выделения полигональным способом А иногда наоборот более медленно Поэтому все, как говорится, на конкретном примере Нужно смотреть и в конкретных ситуациях То есть иногда она удобный инструмент для создания выделений Таким вот способом обычных выделений Иногда более удобным являются другие способы И проще взять их на вооружение, нежели этот режим Но в данном случае мы довольно-таки точно этот контур проработали Если мы сейчас с вами переключимся с помощью клавиши Q в обычный режим Вот наше выделение гораздо точнее проходит по контуру тела этого нашего пингвина Это основные вещи, два основных цвета, с которыми мы можем работать Но самое замечательное это то, что наша быстрая маска Оказывается, может работать не только с этими двумя граничными цветами Мы можем использовать и оттенки серого цвета Если черный и белый четко определяют видимость маски Или наоборот ее отсутствие То оттенки серого позволят нам получать эффект полупрозрачного выделения Чем серый цвет ближе к белому, тем соответственно будет более прозрачна область Чем серый цвет ближе к черному, тем наоборот менее прозрачный будет участок Вот это та вещь, от которой инструменты обычного выделения избавлены Они не могут получать полупрозрачное выделение где угодно Да, мы можем там, используя команды в меню Select В частности, в меню Modify у нас есть ряд команд Мы можем ими воспользоваться для того, чтобы границу сделать выделение мягкой И прочие другие вещи Но получить ее глобально, где-то внутри, например, там мягкой мы не можем А быстрая маска это может запросто Давайте посмотрим, как работает эта вещь Итак, значит два наших цвета это основные цвета Но не всегда они бывают, только лишь они нам бывают нужны Поэтому вы смело можете использовать градации серого Вот допустим, я сейчас возьму некий там средний серый цвет Который приблизительно по серединке находится между черным и белым Нет смысла брать цвета, потому что для быстрой маски все равно это роли не играет Быстрая маска работает только в градации серого цвета Поэтому даже если вы возьмете цветное изображение Вернее, цвет какой-то Он просто-напросто преобразится в оттенок серого цвета Поэтому, чтобы вы не гадали, какой будет результат Удобнее всего работать с границей серого цвета Поэтому вот я ее подобрал И нажав ОК, теперь могу начать создавать выделение Просто рисую эту маску Вот смотрите, я теперь тот участок, который у меня был черный И начинаю рисовать этим вот серым В результате здесь, видите, маска выглядит более прозрачно Визуально Если я хочу, я могу сюда добавить еще и мягкость моей кисточки Харнес убрать в ноль В результате вот тут у меня получается такое вот мягкое выделение Которое не таким красным цветом насыщено Потому что используется не максимально черный цвет, который 100% закрашивает А частично серый Если я теперь вернусь в обычное выделение Вроде бы как визуально ничего не меняется Выделение выглядит так же, как оно выглядело раньше Но разница будет видна, когда вы начнете с этим выделением что-то делать Например, копировать слой и переносить его Вот я нажимаю Ctrl-C для того, чтобы скопировать выделенный участок Или в меню Edit как вариант воспользоваться командой Copy Вот И там снимаю выделение Ctrl-D и нажимаю Ctrl-V для того, чтобы вставить этот документ сюда же в этот слой В результате смотрите, какой получается эффект У моего пингвина пузо полупрозрачное В отличие от всего остального тела, которое быстрой маской была черным цветом полностью покрыта То есть иногда быстрая маска позволяет нам получать такие вот полупрозрачные выделения Чего ни один инструмент выделения получить не может Поэтому вот в этом одно из основных отличий Нашей быстрой маски Вот в этом плане она может делать то, чего не могут делать другие вещи И именно этот процесс, эта технология активно применяется при создании сложных выделений В основном быстрая маска, что касается простых выделений То есть, например, выделить контур тела пингвина считается делом несложным И можно даже, в принципе, быструю маску не трогать А воспользоваться обычным инструментом, как мы уже сказали, тем же самым лосо или полигональным лосо Но другое дело, когда предстоит получить сложное выделение Под сложным выделением, например, подразумевается создание маски под, допустим, прическу человека Одно дело, когда у человека, там, у мужчины, например, там, короткая стрижка, да Или, слава богу, он лысый Слава богу, с точки зрения специалиста, которому приходится это сделать Вот, тогда проблем нет Но если у него пышная прическа, да Возьмем, допустим, женскую, там, объемную какую-то прическу Выделить огромное количество локотков, завитков и волос Которые не всегда, как правило, послушно могут быть уложены Даже после огромного времени проведения в соответствующих салонах Получить такое выделение очень тяжело И вот ни один инструмент выделения с этим не справляется Здесь возможно это сделать только используя быструю маску Причем основной массив волос выделяется черным цветом Ну, чтобы максимально перейти А вот те самые вот мелкие, скажем так, непослушные, торчащие эти волосинки Да, уже прорабатываются быстрой маской в режиме полупрозрачности Тем самым мы можем решить проблему с тем, что когда эти волосы перенесутся Они вроде бы как и будут Но в то же самое время за счет эффекта полупрозрачности Они мягко и плавно будут интегрироваться в новый фон Или, допустим, еще один из примеров Это растительность Возьмем какую-нибудь там буйную растительность Например, ту же самую там пальму Вот, выделить, например, листы пальмы Используя просто инструмент выделения Адская работа С быстрой маской Вот таким вот методом рисования С применением эффекта полупрозрачности к краям листьев Этот процесс значительно упрощается Он, конечно, не становится легким Но значительно упрощается Поэтому вот в этом плане Быстрая маска Ну, это просто незаменимая вещь Что она может то Что другим инструментам просто не под силу Вот, вот таким вот образом Поэтому мы с вами легко и просто можем пользоваться Вот этими знаниями Эта информация о том, что Серые цвета в зависимости от приближения к черному или к белому Позволяют нам получать более прозрачную Если к белому, выделение или менее прозрачную Если к черному Можем пользоваться для того, чтобы получать полупрозрачные рисунки В нашей маске Единственное, знаете о том, что выделение Пунктирное вот это наше, да, бегающие эти такие мурашечки Они не всегда передают в идеале то, что получится Они не способны передать эти вот оттенки, переходы Но, тем не менее, оно есть Даже если там воспользоваться заливкой, да Вот как эта заливка будет выглядеть Или там другим цветом, чтобы он не наслаивался на быструю маску Вот здесь мы получаем полупрозрачный момент Потому что так он был нарисован в быстрой маске Вот это, в принципе, та информация, которая касается нашей быстрой маски Значит, мы посмотрели, как она работает и как она применяется, используя инструмент кисть Вот, значит, точно так же мы можем с вами ее создавать, как мы уже сказали, любыми рисующими инструментами Да, кстати, пока еще далеко не ушли Чтобы убрать быструю маску, все, что нужно, это переключиться на обычный режим и снять выделение Нажать Ctrl D Нет выделения, соответственно, нет никакой маски То есть маска существует до тех пор, пока есть выделение Убрали выделение, маска тоже вместе с ним удаляется Вот теперь, переключившись в режим быстрой маски, я могу любым инструментом создать выделение Например, вот градиент Градиент из черно-белого цвета Я черчу градиент сверху вниз В результате я создаю вот такую вот маску Вот тоже пример По клавише Q она переведется в выделение Но это выделение тоже полностью ее не передает До половины дотягивает, дальше нет Но, стоит мне скопировать его, Ctrl C, допустим, создать новый документ Ctrl N, да, новый документ, создать быстрая комбинация клавиш File New, команда Ctrl N И сюда через Ctrl V вставить этот документ Вот какой у меня получится эффект Видите, за счет градиента, я вот отключу фон на время За счет градиента маска дала вот такой вот плавный переход Такое вот плавное затухание Из-за перехода от черного к белому цвету в градиенте Вот, поэтому любой рисующий инструмент При правильной настройке Может давать очень интересные результаты Вот сейчас тоже я находясь Нет, вроде не нахожусь О, вот теперь находясь в быстрой маске Мы тоже можем получать разные результаты Соответственно, тоже вот как она с эффектом полупрозрачности у нас применяется Вот, поэтому любой рисующий инструмент может это делать Ну, чаще всего это все-таки кисть На втором месте я бы поставил инструмент градиент Вот, заливкой лично мне особо не доводилось маски создавать Поэтому вот такой несложный инструмент Но довольно-таки удобный И в некоторых случаях действительно незаменимый Потому что не всегда есть возможность По-другому это дело получить Это выделение Вот, приходится прибегать к быстрой маске Так что знайте о такой возможности И, соответственно, вы ее можете использовать Для того, чтобы получать те или иные результаты Вот в вашем документе Хорошо, на этом давайте информацию по быстрой маске Закончим и закроем И сделаем небольшую, двухминутную вам практику Попробуйте сейчас открыть Ну, вы можете взять тот же самый документ Или любой из других документов Напоминаю вам Файл Open Вот, и здесь выбрать в категории библиотеки Образцы изображения Вот, выбрать любой из файлов И попробуйте, используя быструю маску, создать выделение Там, например, вот Кала есть очень интересная Попытайтесь ее лицо с помощью быстрой маски Вот, получить, получить выделение Вот, а потом, чтобы проверить, что получилось Скопируйте это выделение И вставьте его в этот же документ в виде нового слоя Вот, попробуйте рисовать маску Попробуйте специально выходить за границу, рисуя Менять цвет с черного на белый Для того, чтобы корректировать маску Попробуйте серый воспользоваться серым цветом Для того, чтобы края объекта сделать полупрозрачными И через минутчик 5-7 мы с вами продолжим разговор О других вещах, которые тоже имеют отношение к маске Но уже не к быстрой, а к другой маске Итак, следующая тема, о которой мы с вами скажем Будет носить такой заголовок Альфа-каналы Можно себе в конспекте сделать такую запись Альфа-каналы 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 Мы поговорим, что это такое Для чего они нужны И как с ними работать Итак, выделение, как правило, вещь хорошая и полезная И очень часто она бывает нам нужна Не только как разовое какое-то действие А, скажем так, на постоянной основе Так вот, решить проблему того Чтобы мы с вами имели возможность Выделение, которое создаем Многократно ими пользоваться Были вызваны, как раз Были, вернее, придуманы И задача эта легла на плечи Альфа-канала Вот, то есть Быстрая маска И прочие другие средства Инструменты, которые у нас есть Они предназначены только для одной задачи Позволять нам получать выделение Получать выделение Это единственная вещь, которую делает быстрая маска Но после того, как это выделение есть Пока мы им пользуемся Оно у нас присутствует Но стоит нам его снять Убрать по какой-то причине Если оно нам уже не нужно дальше У нас, соответственно, возникает Бывает часто проблема Что его потом уже не вернуть Так вот, Альфа-канал Это та вещь, которая может сохранять Внутри себя информацию О нашем выделении И в результате мы с вами можем Эту информацию использовать Для того, чтобы это выделение Многократно получать заново То есть один раз его создав Сохранив Мы в дальнейшем можем К нему многократно возвращаться Итак, где эти Альфа-каналы У нас присутствуют И как с ними работать Мы в свое время Когда разбирали палитры Говорили о такой палитре Которая носит название Channels Каналы Эта палитра по умолчанию Отображается рядышком С палитрой Layer Слои Вот она На этой палитре у нас Отображаются, как правило Два, три, один Сколько слоев Сколько, вернее, каналов Наша цифровая Наша цветовая модель Господи, содержит Столько их и будет В нашем случае RGB Содержит три канала Красный, зеленый, синий Вверху есть совмещенный канал Вот все они здесь у нас видны Так вот здесь же Могут сохраняться И наши альфа-каналы Они могут у вас уже быть В изображении Например, очень часто Если вы, выполняя процесс Визуализации В пакете трехмерной графики Имея там прозрачный участок Сохраняете его В тот формат, который поддерживает Этот альфа-канал Например, формат TGA Формат PNG TIF PSD, например То мы его сразу Уже с вами увидим Сейчас в нашем документе Его нету Потому что это JPEG-файл JPEG-формат Не сохраняет альфа-каналы Поэтому его нет Но мы с вами легко И просто можем его создать Если у нас есть с вами выделение В нашем главном меню Select Меню, которое занимается всем Что связано с нашим выделением У нас с вами в самом низу Есть команда с названием Save Selection Сохранить выделение С помощью этой команды Мы можем сохранять Наше выделение И в частности Сохранять и создавать Тот самый альфа-канал Все, что нужно Это первое Иметь выделение Оно должно быть Должно быть создано Не важно каким способом Главное, чтобы оно было Иначе команда будет недоступна А после этого Вызвать эту команду Save Selection Сохранить выделение В результате у нас Открывается окошко С помощью которого Мы можем указать Несколько важных параметров Для нашего альфа-канала Первое Здесь спрашивается о том В каком документе Этот альфа-канал будет сохранен По умолчанию Предлагается Сохранить его В текущий документ Но Если у вас открыты Другие документы Вы увидите список Эти документов Например Вот у нас сейчас Открыт еще один Безымянный документ Он называется Untitle 1 Это видно Вот тут по заголовку То же самое здесь Он присутствует То есть вы можете Сохранять выделение Не только в текущий документ А и в другие документы Так же Как и вообще В новые документы Выбрав параметр New Мы с вами Сохраним его В новый документ Но я буду Сохранять текущий документ Поэтому выбираю его Следующий параметр Каналы Определяет Какой именно Что мы хотим Сделать с каналом Создать новый канал Или какие-то Другие каналы Изменить Но когда вы Создаете их В первый раз В этом поле Ничего не будет Кроме надписи New Если у вас Уже есть альфа-каналы Тогда это поле Может содержать Другую информацию Поле Name Нужно для того Чтобы задать имя Этого альфа-канала Это нужно для того Чтобы мы с вами Имели возможность Его как-то Обозначить В списке каналов Поэтому его Лучше задавать Вот я дал ему Имя допустим Которое Четко для меня Будет определять О каком именно Выделении идет Разговор И дальше Внизу я могу Воспользоваться Дополнительными Командами Операциями Но пока Операции мне Недоступны Потому что Мы с вами Еще не создавали Альфа-каналов Поэтому все эти поля Блокированы Мы можем Только лишь Создавать новый канал Все что осталось Теперь это Нажать кнопочку ОК И в результате У нас произойдет Интересная Вот такая вот Концвещь Смотрите Выделение наше Осталось Мы его можем убрать Но если мы теперь Посмотрим на список Каналов Внизу у нас Появился новый канал Все что не имеет Отношения К каналам Цветовой модели В нашем случае Изображение RGB Содержит три Компонента Компонент Канал красного Зеленого И синего цвета Все ниже Это все Альфа-каналы Их в документе Может быть Сколько угодно Много То есть Не обязательно Только лишь Один должен присутствовать Как правило Выполняя Например Процесс визуализации В трехмерной графике Используя Альфа-канал Там Он у вас Будет там Только один Но формат PSD Позволяет вам Сохранять Огромное количество Альфа-канала Столько Сколько нужно вам То есть Буквально Хоть каждого Из пингвинов Вы можете Отдельно Выделить И отдельно Сохранить Когда тут Отображается Этот альфа-канал Вы можете Его явно Посмотреть Для этого Нужно Просто Щелкнуть Один раз По его Миниатюре В результате Вы попадете Скажем так На этот альфа-канал То есть Вы видите Как он у вас Выглядит Видите Это вот такое Вот по обычной Это черно-белое Изображение Заметьте Что здесь Цвета изменены Например В быстрой маске У нас черный цвет Показывает то Что выделено А белый То что не выделено То здесь Система иная Здесь черный Показывает то Что не будет выделено А белое Это то Что будет выделено Плюс Здесь также Может присутствовать Могут присутствовать Оттенки серого цвета Это говорит О полупрозрачности Выделения То есть Альфа-канал Не обязательно Должен задержать Только границы Видимого И невидимого Он может Частично Видимое Тоже отображать И серый цвет Здесь тому Подсказка И тому помощник Вот мы с вами Создали Альфа-канал Мы его видим И можем им пользоваться Если вы смотрите Альфа-канал Не забывайте Время от времени Ну скажем так В конце Когда вся работа Здесь сделана Возвращаться На совмещенный канал Щелкая один раз Левой клавишей мышки По нему Потому что Находясь в альфа-канале Мы с вами Фактически Находимся в режиме Похожем на режим Быстрой маски Поэтому обычно Нам нужно выходить Из этого альфа-канала Итак Вот где Отображаются Наши альфа-каналы То есть я Например Могу точно так же Создать еще один Альфа-канал Допустим Сделав там Ну чтобы не тратить Время Какое-то другое Выделение Более простой формы И дальше Опять-таки В меню Select Командой Save Selection Сохранить Выделение Я могу выбрать Документ Это будет Этот же документ Вот теперь уже Смотрите В списке каналов Присутствует Не только новый канал А есть информация О старом канале Который там уже существует Поэтому Если вы его выберете Мы сможем с ним Что-то делать Но пока мы Этого делать не будем А выберем все-таки Новый альфа-канал И задаем ему Новое имя И как новый канал Его сохраняем В результате Смотрите Появляется еще одно Изображение Которое является Новым альфа-каналом Вот мы с вами Создали два альфа-канала В нашем изображении Единственное Еще раз говорю о том Напоминаю То что Если вы хотите Чтобы эти альфа-каналы У вас сохранялись Оставались и были Вам нужно сохранять работу В PSD формате Другие форматы Не всегда поддерживают Альфа-каналы Это раз А некоторые форматы Поддерживают Только лишь один альфа-канал И два-три Понимать не будут Формат же PSD Сохранит вам максимально Все что можно В вашем документе Включая и огромное количество Альфа-каналов Итак Создавать их мы научились Увидели как они выглядят Теперь давайте научимся Их использовать Повторно Например Мне сейчас нужно Перекрасить только Лишь этого пингвина И было бы удобнее Мой инструмент Рисования Кисти Ограничить Областью определенной Как мне получить Это выделение Из альфа-канала Есть несколько способов Пока посмотрим Первый из них В главном меню Select Нам нужна команда С названием Load Selection Загрузить выделение Save Selection Сохраняет Load Selection Его загружает Щелкнув по этой команде Мы с вами откроем Похожее окно В котором есть ряд параметров Которые нам с вами Необходимо задать Первое В программе Нужно знать С каким документом Работать Опять-таки Если это Текущий документ Он активен Если это другие Мы можем выбирать Другие документы И загружать Альфа-каналы Оттуда В нашем случае Мы их загрузим Из нашего документа В списке Channels Каналы Будет отображаться Список всех каналов Которые доступны В том или ином документе В нашем случае В нашем документе Это альфа-канал С левым пингвином И квадрат Квадрат мне не нужен Мне нужен левый пингвин Поэтому я его выбираю И дальше Если хочу Могу сделать Сразу же Инверсию Этому выделению Если нужно То есть По умолчанию Это выделение Загружается обычно Таким Каким оно было сохранено Но если мне нужна инверсия Чтобы потом этого не делать Я сразу могу поставить Опцию Инверт Сейчас я этого делать не буду Внизу Опять-таки Мне ничего не доступно Потому что у меня Нет выделений В документе Только есть параметр New Selection Новое выделение Нажав ОК В результате у меня Загрузится из альфа-канала Мое выделение И теперь Воспользовавшись инструментами Той же самой заливкой Мы с вами Зальем нашего пингвина С учетом этого альфа-канала Полупрозрачный За контуры не выходим Все как нужно Поэтому вот как мы можем загружать выделения Точно так же Сейчас уберу выделение Ctrl D Я могу загрузить и другое выделение На тот самый квадрат Это вот два способа Как мы можем загружать И заново Вернее сохранять и загружать Наше выделение Но это не единственный вариант Мы можем с вами сохранять наше выделение Более быстрым способом И лично для меня Именно оно Предпочтительнее Заключается оно вот в чем Первым делом мы создаем выделение Допустим Воспользуемся там волшебной палочкой И попытаемся там небо это Быстро выделить Или одного из пингвинов может быть Сейчас только к антигос поставим ему Толерант сильно большой Видите много однотипных этих точек Поэтому сложно Ладно Наверное На более быстром Будет все-таки воспользоваться Быстрой маской Цвета еще не те Делаем черный Я здесь делаю очень грубо Это все Чтобы сейчас время не тратить На детальную прорисовку Проработку Так есть И вот у меня соответственно Есть выделение Так вот Другой способ создания Этого самого альфа канала Подразумевает Использование кнопок Внизу панели channel с канала У нас тут есть вот одна вот такая кнопочка В виде пунктирной линии С надписью load channel As alpha channel То есть параметр Который как раз и позволяет По выделению Создать альфа канал Фактически это аналог Тоже самое кнопки Save Selection Сохранить Выделенную область Создав выделение Я щелкаю по ней Секундочку А господи Нет пардон Ошибся Вот рядышком кнопочка Это кнопка Загрузки наоборот А вот кнопка Кнопка Создающая новый альфа канал Да вон Save Selection Теперь появилось Все как нужно Вот она Вот Выполнился щелчок по ней При наличии выделения Мы с вами получаем Альфа канал У него сразу стандартное имя Появляется альфа 1 Видите И он немного отличается От других каналов По цвету Например если мы здесь с вами Создавали выделение То это был у нас соответственно Пингвин был белого цвета Все остальное черное То есть пингвин был выделен Черное не было выделено А здесь конструкция обратная У нас с вами фон белый А пингвин черный То есть видите Выполняется в процессе Этой команды Инверсия То есть если я теперь Попытаюсь это выделение Загрузить В меню Select Load Selection И выберу вот эту альфа 1 То у меня Получится вот такая вот Конструкция Да Ну в принципе сейчас Хотя в данном случае Нормально его загрузил Сейчас проверим Ну да Да все в порядке Вот поэтому это второй способ Видите Создание выделений Вот таким вот образом Очень легко и просто Здесь же Находится рядышком Кнопка Которая может позволять Выполнять загрузку Выбранного альфа канала То есть вначале Мы должны его в списке Выделить А дальше Щелкнуть по этой кнопочке Для того чтобы Создать выделение И после того Как оно создано Мы можем снова вернуться На совмещенный канал Для того чтобы Видеть результат То есть Две эти А? Разница между чем и чем Белый и черный Здесь опять черный и белый Ну дело в том что Смотрите Здесь в чем штука Я думаю так сейчас Программа для себя Эти обозначения сделала То есть Скорее всего Просто когда пользуются Этими командами Этими кнопками Они для себя Они для себя Просто делают Инверсию Сейчас мы посмотрим Альфа лот Не хотя сейчас И здесь и здесь Смотрю Да вот тут действительно Момент интересный Потому что в принципе Вроде бы как Цвета отличаются И по идее При загрузке Они тоже должны По разному отличаться Например возьмем даже Вот эту вот форму То есть тут у нас Белый квадрат На черном фоне В результате при загрузке Он выделяет белым цветом Участок То есть вроде как Да Так и должно быть То же самое здесь Белый цвет Это выделенный фрагмент Все довольно таки просто Здесь по идее Картина должна быть иная Да вроде бы как Он должен выделять белое Черное и черное оставлять Но он все равно Готянешь выделяет Выделяет белый Возможно тогда Действительно Тут надо будет посмотреть Надо будет посмотреть Точно Чтобы вам сказать Возможно программа Просто анализирует Какой-то один из фрагментов Вот Хотя Тут конечно странный вопрос В каком случае Она определяет Что именно выделять Потому что по идее Действительно Тут он должен был Выделить нам Например Белый фон Кроме черного пингвина Или наоборот Может быть он кстати Как-то выделяет По меньшему цвету Который менее приоритетный Я тогда гляну В следующий раз Точно вам смогу сказать Что действительно Сейчас да Явное отличие по цветам Но тем не менее Выделение все равно У нас Загружается одинаково Надо будет точно посмотреть Вот Я тогда гляну В следующий раз Вам скажу Значит Вот эти две кнопочки Кнопки быстрой загрузки Сохранения выделения И загрузки Которыми мы тоже Можем пользоваться Помимо этого Мы с вами можем Выполнять процесс Корректировки Этого альфа канала Обычным свободным режимом То есть Когда мы находимся На канале цвета Мы видим цвет Но если мы возвращаемся К альфа каналу Мы видим этот самый Альфа канал Так вот Включив любой инструмент Ту же самую кисть Например Используя те же самые Два цвета Или градацию серого Мы можем с вами Рисовать Поверх этого альфа канала Так же Как мы Это делали До этого И вот эта процедура Как раз и выполняет Редактирование Альфа канала То есть Вот я сейчас Перерисовав альфа канал Если его загружу Он уже будет иметь Другую форму Такую Как я откорректировал Поэтому Используя любой Рисующий инструмент Вы легко и просто Можете вносить Корректировки В альфа канал И при сохранении документа Эти корректировки У нас точно так же Будут иметь место Любой рисующий инструмент Будет здесь работать Ну С цветом Мы с вами уточним А вот насчет Вообще крайних цветов Черный и белый Это как основные Два цвета Которыми вы можете Дорисовывать Подрисовывать Корректировать его Довольно таки Легко и просто Ну и не забывайте О градации серого Которая тоже работает И мы тоже можем Этим пользоваться Для получения Того Или иного результата Поэтому вот как Работают наши Альфа каналы Вот как мы Ими можем пользоваться Здесь кстати Есть еще одна кнопка Которая тоже будет Не лишней сказать Это кнопка Создания нового Альфа канала Но в отличие От предыдущих кнопок Она может создавать Скажем так Чистый альфа канал То есть альфа канал Который не имеет Никакого изображения Это такая же кнопочка Такая же иконка Как создание Нового прозрачного Слоя Щекму в пони Смотрите У меня создается Новый альфа канал И я если хочу На нем могу брать И выполнять Процесс рисования Любым рисующим Инструментом Тем самым Я вот создаю Альфа канал В конце Когда он создан Я точно так же Его могу загрузить И вот он У меня присутствует Это мое выделение То есть это еще Один способ Создания выделения И здесь В меню Select Теперь при загрузке Этот канал Точно так же У нас будет Альфа 1 Альфа 2 Видите Ну единственное что Стандартные имена Не очень хороши По ним непонятно В чем суть И что они Непосредственно делают Поэтому переименовывайте Слои Даже если вы Создаете их стандартно Обычная система Переименования слоев Двойной щелчок По слою Даст возможность Нам его Переименовать Во что-то более Возможно Для нас понятное Здесь же Находится кнопка Удаления Альфа каналов Это такое же Ведерко Такое же Как и в обычных Слоях И точно так же Или щелкнув По этому ведерку И подтвердив Удаление Или щелкнув По слою И не отпуская Перетащив его На ведерко Мы с вами Можем удалять Ненужные нам Альфа каналы Оставляют Только то Что нам Действительно Нужно И в дальнейшем Этим Пользоваться Вот это Основные вещи Которые вам Нужно знать Относительно Альфа каналов Я посмотрю Еще Уточню Насчет этих цветов Более точно Чтобы уже было понятно Лично мне Сейчас кажется Что тут Программа Сама анализирует Участок И для нее Важен не цвет А наоборот Меньшее количество Точек того или иного Цвета Потому что В данном случае Я не вижу Привязки цвета К виде Выделенному Не выделенному Он выделяет Такое ощущение То Чего меньше В изображении На альфа канале Но это мы уточним Давайте сейчас То же самое Вам несколько минут Для того Что вы попробовали Сейчас посоздавать Эти альфа каналы Разными способами Первое Создав выделение Вот Второе Создав их С помощью команды В меню select И дальше Попробуйте их загрузить Поудалять Покорректировать Порисовать Главное В конце Не забывайте Возвращаться На совмещенный канал На канал наш RGB В альфа канале Это как правило Вы временно Находитесь Потом из него Можно выходить И после этого Мы с вами поговорим О еще одной Интересной вещи Которую мы можем Делать с альфа каналами О логических операциях Над этими альфа каналами Но это через пару минут Еще одна вещь О которой нам нужно сказать Это логические операции Которые мы можем Делать с альфа каналами То есть Когда у нас есть С вами альфа каналы Которые сохранены В альфа канале И когда мы туда Пытаемся Что-то загрузить Мы можем с вами Выполнять ряд Логических операций Над этими альфа каналами Верное и обратное Когда у нас На документе Нашем Уже есть выделение И мы загружаем Сверху Еще альфа канал Программа Снова нам Предложит Вариации Работы С этим самым Логическими операциями Итак Давайте посмотрим Вариант первый Я сейчас на время Удалю И одно и второе В нашем пингвине Эти слои И создам Два новых слоя Два новых альфа канала Первый Вот такой вот Кружочек Есть И второй Вот такой вот Прямоугольник Переименуем их Есть Вот И вот давайте посмотрим Как они у нас работают Итак Если мы с вами Допустим Вариант первый Если мы с вами В нашем документе Уже имеем Какое-то выделение На нашем документе И пытаемся Загрузить сюда Альфа канал То есть Или в меню Select Ну удобнее всего Это именно в меню Select Потому что Другие способы Не дадут нам Окна с настройками Для выбора операции Значит В меню Select Я выбираю команду Load Selection И пытаюсь загрузить Альфа канал Например Я выбираю Альфа канал С названием Circle Круг Это вот эта Круглая конструкция Программа смотрит О том Что у меня В документе Уже есть выделение И мне Соответственно Активируется Список Разных операций Которые я могу Делать Вот это и есть Как раз Те самые Логические Операции С альфа каналами Раньше Они были Недоступны Был только Параметр New Selection Новое выделение Они сейчас Доступны Только по той Причине Что у нас Есть выделение И мы сюда Загружаем Новый альфа канал Поэтому есть Операции Итак Какие здесь Операции Как они работают Первая логическая Операция Носит название Add to Selection Это операция Добавление К выделению То есть К нашему Выделению Существующему Загрузится Сверху Выделение Кружочка И в результате Эти два Выделения Объединятся Это как Булевские операции Логические операции То же самое Здесь Они у нас Работают Например Если я выберу Add to Selection Добавить к выделению Вы видя какой прямоугольник Сейчас и какой круг После нажатия на кнопку ОК Можете уже даже Предположить что будет Давайте посмотрим О То есть смотрите Этот кружок Загружаясь Пересекает этот прямоугольник И те участки Которые для них Общими являются Формируют новое выделение Если я дальше Загружу сюда еще Через Add Selection Мой прямоугольник Это будет выглядеть Вот так То есть Таким образом Выделения суммируются Складываются Мы получаем Новое Выделение К существующему Выделению Поверх него Накладываются Два других Отменим Это действие Давайте посмотрим Другую Команду Команда Subtract From Selection Вычесть Из выделения Вычесть Из выделения При этой настройке Из нашего Существующего Выделения Вырежется То выделение Которое мы добавляем В нашем случае Круг Я нажимаю ОК И вот что Получаю в результате Из моего выделения Вырезается Тот кусок Который Соответствует Кругу Если вы еще Не забыли Что такое Булевские операции В пакете 3D Studio Max То эти вещи Вам будут Знакомы Или допустим Там следующую Еще возьмем Сюда давайте В этом же режиме Прямоугольник Загрузим В результате Он Вырежет Тоже кусок И теперь У нас получилось Вот такое Выделение И последний Третий режим Который нам Доступен Intersect With Selection Пересечение С выделением В данном С кружочком Вот что В результате Получится Тот участок Который Общий И для одного И для второго Выделения Станет Новым Выделением А если сюда Еще догрузить В этом же режиме Наш прямоугольник Мы получим Вот такую Вот конструкцию Это вот то Что могут нам Позволить Получать Наши логические Операции Ну и последний Режим Который у нас С вами тут Отображался Режим Новое Выделение Ничего Нового Не делает В том плане Что Новое Из того Что мы Изучали Он просто Убирает Старое Выделение И вместо Него Загружает Новое New Selection Все очень Просто Это первый Вариант Как мы можем Использовать Эти самые Логические Операции Когда мы На существующий Документ С выделением Загружать Пытаемся Новое Выделение Второй Вариант Логических Операций Заключается В подходе Немножечко Вернее Немножечко Обратно Здесь Система Такая У нас С вами Есть Уже Альфа Каналы И мы Создаем Новое Выделение И пытаемся Его сохранить Как новый Альфа Канал Если Мы его Сохраняем В новый Альфа Канал Вопросов Нет Но Если Мы Выбираем Существующий Альфа Канал То Тогда Программа Нам Предлагает Несколько Вариаций Которые Опять Таки Являются Логическими Операциями Первая Команда Реплейст Ченнел Заменит Канал То есть Вместо Нашего Кружочка У нас Будет Создан Новое Прямоугольное Выделение В альфа Канале Давайте Посмотрим Нажимаем ОК И смотрите Наш круг В альфа Канале Изменился На вот этот Прямоугольник Альфа Канал Заменился Сделаем Отмену Пробуем Другое Действие Самое главное Выбрать Существующий Альфа Канал При новом Этих Команд Не будет Add To Ченнел Добавить К каналу Опять Таки Та же Самая Ситуация К Существующему Альфа Каналу Добавится Вот этот Кусок Из этого Нового Альфа Канала В результате Это будет Выглядеть Как Прямоугольник С небольшим Кружочком Давайте Посмотрим Действительно Так и Есть Вот как Выглядит Новый Альфа Канал Кругу Загрузилось Новое Выделение Можем Даже Здесь Остаться Чтобы Нам Визуально Лучше Было Видно Субтракт В Тром Селекшн Вычитание Из Выделения То есть Из Нашего Круга Вырежется Тот Кусок Который Соответствует Прямоугольнику Смотрим Сейчас Посмотрим Сейчас Надо Посмотрим Да Что-то Забыл Раз Не Этот Не Показал Вот Секол Да Вот Субтракт Фром Ченнел Вычитание Из Канала Нажимаем ОК И Вот Результат То есть Из Нашего Существующего Альфа Канала Вырезался Кусок Соответствующей Другой Части Отменяем И Последнее Действие Которое Мы можем Выполнять Интерсек Квист Ченнел То есть Пересечение С Канала Та же Самая Процедура Как и В предыдущем Случае Которая Позволяет Создать Новый Альфа Канал Который Будет Являться Общим И для Одного И для Второго Выделения И для Одного Альфа Канала И для Второго В нашем Случа Это Будет Вот Такой Усеченный Круг Поэтому Вот Два Способа Как мы Можем Применять Логические Операции К Альфа Каналам Первый Вариант Когда мы Загружаем Из Альфа Канала Документ При этом На документе Уже Есть Выделение И Второй Вариант Это Когда мы Пытаемся Сохранить Альфа Канал Существующий Тогда Нам Снова Откроются Настройки И Будут Доступны Логические Операции С которыми Мы Довольно Таки Легко И Просто Можем С вами Поработать И Получить Нужный Результат Вот В принципе И все По этим Логическим Операциям С альфа Каналами Ничего Здесь Сложного Нет Но Просто Иногда Они Облегчают Жизнь В том Плане Что Позволяют Нам Методом Вот Этих Вычитаний Добавлений Получать Новые Более Сложные Выделения Иногда Из одного Выделения Проще Получить Другое Методом Именно Логической Операции Чем Заново Это Выделение С нуля Создавать Поэтому Знайте Об этом Возможно Иногда Эта вещь Будет Вам Полезна Я не Скажу Что Это Каждодневная Процедура Которую Нужно Каждый Раз Делать Но Иногда Бывают Ситуации Когда Такая Вещь Действительно Облегчает Жизнь Ну и Последнее О чем Мы с вами Скажем Последняя Такая Небольшая Темка Которая Тоже Имеет Отношение К маскам Это Маска Слоя Поговорим Немножечко О ней Как я уже Говорил В начале Нашего Занятия Мы Немножечко С вами Затрагивали Эту Тему Когда Разбирали На Прошлом Занятии Наши Слои Заливочные Solid Color Заливку Цветом Градиентную Заливку И заливку Узором Все эти Слои Когда мы С вами Создаем Они Создаются С маской Так называемой Рядышком С миниатюрой Самого Слоя Отображается Вот такой По умолчанию Белый Листик Который Обозначает Маску То есть Маска Это Тот же Самый Альфа Канал Радница Только в том Что он Отображается Не В списке Альфа Слою И в его Задачи Задачи Маски Слоя Входит Возможность Сделать Что-то Видимым На слое А что-то Невидимым Значит Если мы С вами Создаем Заливочный Слой То там Уже Есть Маска И как правило Эта маска Белая В результате Она ничего Не ограничивает Мы с вами Говорили В прошлый раз Если мы С вами Создаем Заливочный Слой И при этом У нас С вами Есть Уже Какое-то Выделение На документе То при Создании Этих Заливочных Слоев У нас Маска Уже Будет Создана Смотрите Видите Вот то Что было Выделено Только там Эта заливка Распространяется Вот черно-белый Цвет Как раз И формирует Маску Черный Невидимо Надеюсь Что это Так Черный Невидный А белый Соответственно Делает Видимым Фрагмент Вот таким Вот образом Но мы с вами Эти маски Можем создавать И для Обычных Слоев Вот я сейчас Моего пингвина Слой с этими Пингвинами Переведу В слой Обычный Два раза Щелкнув По его имени И теперь Например Воспользовавшись Выделением Создам Вот такое Вот выделение Когда Это выделение Создано Я теперь могу Создать маску Используя Это выделение Для этого У меня тоже Есть несколько Вариантов Первый вариант Это в главном Меню Layer Слои Мы можем С вами Создавать Эти маски Смотрите Здесь вот Есть категория Layer Mask Которая Позволяет Нам Создавать Маски Слоя Для тех Слоев У которых Этих Масок Нету Здесь Здесь есть Несколько Команд С помощью Которых Мы можем С вами Эти маски Создавать Сразу И Корректировать Значит Какие Это команды Первая Команда С названием Reveal All Позволяет Нам Создать Маску Слоя Которая Ничего Ограничивать Не будет То есть Это будет Маска Залитая Белым Цветом Reveal All Отобразить Все Если так Перевести Дословно Поэтому Даже Несмотря На то Что У нас Сейчас Есть Выделение Это Выделение Будет Проигнорировано При Использовании Этой Команды Давайте Посмотрим Нажимаем И вот У нас Появилась Маска Слоя Это Обычный Белый Лист Который Ничего Не Изменил В нашем Документе Вторая Команда Носит Название Hide All Что Означает Спрятать Все Опять Таки Данная Команда Полностью Игнорирует Выделение Позволяет Создать Маску Слоя Залитую Черным Цветом И В результате Весь Наш Слой Перестает Быть Видимым Потому что Маска Слоя Черный И Его Полностью Блокирует А вот Две Другие Команды Как раз Уже Будут Работать С Нашим Выделением Первая Команда Носит Название Reveal Selection Показать Выделенную Область В данном Случае У нас Создастся Маска В которой Белым Цветом Будет Залито Наша Выделенная Область А черным Все остальное То есть Мы спрячем Все Кроме Выделенного Фрагмента Командой Reveal Selection Применяем Так и Происходит Смотрите Создается Маска По нашему Выделению Белый Участок Видимый Черный Невидимый Ну и Последняя Команда Здесь Height Selection Выполняет Обратную Процедуру Создастся Маска Которая Спрячет Выделенную Область Я применяю Данную Команду В результате Оп Мой Пингвин Прячется А эти Два Остаются Вот Способы Создания Масок И Соответственно Способы С ними Работы Когда Маска Спрятана Она Соответственно Работает Главное Преимущество Маски В том Заключается Что Она Не портит Сам Слой Она Делает Что-то Видимым Что-то Невидимым Но При этом Вы Всегда Ее Можете Отключить Временно Или Удалить Вообще И снова Вернетесь К нормальному Отображению Если бы Вы Слой Просто Удалили То Вернуть Его В будущем Вы бы Уже Не могли А маски Слоя Позволяют Эту процедуру Делать Безболезненно То есть Маска Слоя Это Возможность Работать Недеструктивным Способом То есть Иметь Всегда Возможность Отката Возврата Если Маска Временно Не нужна Ее Всегда Можно Отключить Здесь В меню Layer Mask Есть Команда Сейчас Посмотрим Кстати Тут Он нам Показывает Ее Delete Apply Disable А Вот Disable По идее Да Все Правильно Опять Другими Вещами Сейчас Вам О них Тоже Расскажу Поэтому Некоторые Вещи Как В первый Раз На них Тоже Смотрю Итак Командочка Disable Отключает Нашу Маску Видите Она Перечеркнулась Крестиком В списке Слоев И Перестает Работать Здесь Теперь Эта Команда Поменялась На Команду Enable Которая Наоборот Ее Активирует То есть Применяет И Она Снова Работает Это же Действие Может быть Получено Используя Щелчок По маске Левой клавиши Мышки С кнопочкой Shift Зажатой Shift Щелчок Делает Маску Видимой Или Невидимой То есть Временно Ее Отключает Или Наоборот Включает Лично Я Предпочитаю Вот такой Вариант Работы Здесь Здесь В меню Layer Есть Еще Несколько Команд Одна Из Команд Это Команда Delete Команда Которая Позволяет Удалить Эту Маску Если В будущем Она Не Нужна Причем Эта Команда Удаляет Только Лишь Маску То есть Сам Слой При этом Не Страдает Нико Им Образом Есть Команда Apply Команда Apply Изначает Применить Маску Это Процедура При которой Ваш Слой Обрежется Под Маску То есть Фактически Удаляться Пиксели Слоя С этим Нужно Быть Аккуратными Делать Это Только Стараться Делать Только Осознанно И Тогда Когда Это Действительно Нужно Потому Что Это Уже Приведет К Удалению Точек Вашем Документе Давайте Применим Эту Команду Смотрите Маска Пропала Миниатюры Нет И Слой Удалился Вот Видно Здесь Полупрозрачные Наши Кубики Маска Удалилась Маска Слоя Привязана К Самому Слою Видите Об этом Говорит Вот Такая Цепочка Которая Есть Между Ними Это Значит Что Если Вы Будете Перемещать Слой Вместе С ним Будет Перемещаться И Его Эту Связь Отключить В Меню Лэйр Есть Команда Лэйр Маск Команда Анлинк Которая Позволяет Отключить Связь Между Маской Слоем Это Не Всегда Бывает Нужно Но Иногда Бывает Нужно Теперь Когда Это Отключено Мы Можем Отдельно Выбирать Или Слой И Двигать Его Тогда Он Будет Работать Под Маску Или Щелкнуть По Маски Левой Клавишей Мышки Она Подсветится Рамка Вокруг Нее Появляется Видите И Теперь Мы Можем Двигать Маску При Этом Не Двигая Слой Если Вам Снова Нужна Связь Здесь В Меню Лэйр Это Команда Анлинк Меняться Будет На Соответствующую Команду Линк Которая Наоборот Выполнит Связь Ту Самую Процедуру Можно Выполнять Щелкнув По Этой Цепочке Снимаем Связь И Еще Раз Щелкаем Она Возвращается Для Того Чтобы Начать Редактировать Маску Слоя Вы Можете Редактировать Так же Как Альфа Канал Чтобы Увидеть Ее Визуально Мы Должны Щелкнуть По Миниатюре Этой Маски Зажатой Клавишей Alt Alt И Щелчок Переведет Вас В режим Изменения Этой Делал С Альфа Каналами Могу Начать Что-то Менять Дорисовывать И Так же Щелкая С клавишей Alt Я Обратно Выхожу Из режима Редактирования И сразу Вижу Как Эта Маска Применилась Поэтому Вот Этими Вещами Вы Можете Легко И Просто Пользоваться Для Создания Маски Другие Быстрые Способы Создания Удаления Маски Это Использование Соответствующих Кнопок На панели Layers Если Маска Не нужна Ее Можно Удалить Щелкнув По Миниатюре И Перетащив На Ведерко Программа Спросит Что Делать С Маской Apply Применит Удалить Маску Но Обрежет Слой Cancel Закроет Окно Не Будет Удалять Маску И Delete Удалит Просто Маску Shift Как мы уже Сказали Закрывает Alt Дает Возможность Корректировку Получить Войти В режим Корректировки И Есть Функции Быстрого Создания Маски Используя Выделение Смотрите Мы можем С вами Создавать Маску Используя Вот эту Кнопочку Внизу Панели Инструментов Данной Палитры Add Layer Mask Добавить Маску Слоя Если Щелкнуть По ней Просто По ней Создастся Маска Чистая Белая Ничего Не Будет Маркировано Если Мы С вами Создали Выделение Какое То И Щелкая По этой Маске Мы Создадим С вами Маску Под Обрезанную Область А дальше Если Нужно Мы Сможем Ее Отредактировать Например Сделайте Инверсию В будущем Мы узнаем Что это За Команда Сделайте Вместо Белой Черной Вот Об этом Мы С вами Скажем Здесь Точно Так же Работают Функции Мягкого Выделения Все Другие Инструменты Выделения Например Если Я Сейчас Залью Возьму Допустим Инструмент Ведерко Зальем Ее Белым Цветом А теперь Возьмем Градиент И Создадим Градиент Например Этот Градиент Создаст Маску Вот Такую И В результате Эта Маска Будет Выглядеть Вот Так Вот Например На Слое То есть Все Что мы Говорили О Выделениях О Альфа Каналах О Быстрой Маске В принципе Все Это Работает И Здесь Точно Так же Мы Этим Можем Пользоваться И Последнюю Полезную Вещь Которую Я Хотел Б Вам Сказать Это Способ Быстрого Получения Выделения Вне Зависимости Того Где Вы Находитесь В Альфа Канале Или В Маске Слоя Вы Всегда Можете Щелкнуть По Миниатюре Маски Или Альфа Канала Зажатой Клавишей Контрол И Это Быстро Вам Создаст Выделение То есть Вам Не Нужно Всегда Пользоваться Командой Select Load Selection Или Здесь Загружать На Каналах Но Если С Каналами Там Понятно Есть Кнопка Загрузки Канала Мы Можем И Воспользоваться А Если В Маске Слоя То Здесь Нет Кнопки Загрузки И Щелчок С Клавишей Control По Миниатюре Быстро Создает Выделение По Этой Маске Вот Это Те Вещи Которыми Вы Тоже Будете Пользоваться Вот Теперь Это Вся Информация Которую Я Хотел Рассказать О Маске На Следующем Занятии У Нас С Вами Начинаются Темы Связанные С Цветовой Коррекцией Мы Поговорим О Что Это Такое Пожалуйста Подтягивайте Все Ваши Домашние Задания Потому Что На Следующем Уроке У вас Будет Задание Которое Как раз Базируется На Выделения Вот Вам Нужно Будет Прорабатывать Выделение Поэтому Не забудьте Флеш Носители Как Чтобы Переписать Новые Задания Так И Для Того Чтобы Принести Ваши Домашние Задания Ну А на Сегодня Тогда На Этом Все Сделаем Остановочку И Продолжим В Следующий Раз